всем доброго времени суток с вами канал арт-мания и сегодня у нас видео обзор на такие вот карточки детские дикие животные ягоды домашние птицы и деревья деревья плоды листочки все это покупала на озоне здесь написано в описании я ссылки цены сейчас я уже не вспомню какие где-то в районе 30 рублей они стоили довольно кстати маленькие такие помещаются в руку только вот эти вот большие вот 16 карточек здесь все описано кто там здесь здесь даже не знаю сколько но тоже наверное где-то также вот и давайте с вами посмотрим откроем и же они там у нас все-таки внутри так ну давайте начнем питомцы домашние хорошо запакованы здесь кстати на письменном написано даже по-английски написано и как читается кстати как читается по-английски это очень-очень удобно когда знаешь вот эти все буквы ты прочтешь обязательно именно правильно а не то что тут вот это даже очень хорошо мне это очень нравится то есть можно даже потом еще с ребенком два в одном даже нет три в одном получается сначала изучаешь как выглядит дать посмотрим а ну вот как выглядит то есть голубь то и даже узнать как он на самом деле это практически как фотография то есть некоторые бывают картинки такие что сам долго думаешь что это за такой зверь сейчас я кстати вам покажу чтобы вам было понятнее такая вот у меня есть книжка идет лиса с какая-то прям с прямой такой спиной здесь как-то вот поле-менее где-то я прям видела просто кошмар а вот обезьянка какая-то непонятно прям вот куда еще вырезана это не моя книжка не люблю вот честно не люблю такие картинки вот они все звери они какие-то блин они какие-то неправильные какие-то не такие не такими они должны быть бывает там так красиво нарисована вот посмотрим у нас есть голубь как он правильно написан голубь да как красиво написано по-английски как по-английски читается так гусь и гусыня гусыня по-моему так никто не называет просто называет гусь гусенок 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 до утка идут но это можно сейчас покажется еще убрать кстати индюк индюк индюшонок что-то да как-то а ну тут видимо с детьми домашние и декоративные индюшка индюшонок конорейка конорчонок нет курица павлин петух попугай страус селезень и утка а и даже вот мы обычно как называем а увидели утка 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 видишь видите на самом деле это селезень и называют ученок даже мама с детьми до цесарка в принципе можно было не обязательно кстати и цыпленок ножки я считаю все таки здесь лишнее а здесь дикие животные номер два здесь два не знаю . летучая мышь вот она нарисована правда я не особо разглядишь саму мышку как-то можно было по-другому бет-бет-мышь летучим мыши лет лесной кот амурский кто нас дикие животные до леса с лисенком конечно хорошо если леса отдельно все наказали потом ребенка спрашиваешь молоде мама вместе с ее ребеночком или там вам найди найди отдельно малыша можно принципе так так ну лось да хорошо медведь медвежонка мышь с мышонком а ну вот до 2 было написано типа здесь по 2 олень одинокий какой-то вот брак небольшой небольшие царапины так рысь рысь красивая снежный барс они вообще такие грациозные животные очень их люблю очень их обожаю смотрите как они прям похожи только хвоста здесь нету рысь снежный барс такой белый как леопард тоже вот ребенок будет немножко нами путать суслик тигр амурский тигр так тут тушканчик его попозже можно хомяк вот он хомяк а сам хомяк то он хомяк непонятно что хорек вроде дикие животные а тут уже пошли домашние як ящерица ну немножко да можно было бы наверное я бы наверное добавил еще крокодилу то я сначала хотела карточку рисовать сама но я сама и хочу уже рисовать уже больше года никак не могу начать очень 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 много дел очень много роликов и поэтому тем более животных рисовать очень сложно умею конечно рисовать но животных не очень вот да я бы сюда крокодил добавила льва там ну такие самые распространенные так ну ягоды у нас ягоды арония черноплодная рябина а ну вот она называется арония барбарис в ботаническом саде кстати видел у нас красивый какой листочки такие красивые брусника тоже листочки красивые ежевика земляника калина что-то начинаются не с тех вот самые главные клубника вообще перевернута клювы рыжовник да вот самый главный малина мороженка мороженка уж очень вкусная мы ее в детстве называли желтая малина сладкая всегда была облепиха да прям облепиха такая как у нас на даче так рябина смородина смородина черника и шиповник ну вот они да в принципе для ребенка можно разделить допустим шиповник вот он черника смородина черно смородина кстати не хватает там рябина облепиха можно убрать малина рыжовник клюкву пока не надо клубника калина земляника так ну и все вот эти можно убрать какие самые основные самые ходовые можно начинать с них ну не знаю мне кажется немножко то что слишком много так нарисовано на одно но тут хорошо кстати нарисовано видно здесь вот прям так это если бы конечно я рисовал я бы рисовал там одну вишенку наверное с листочком так вот как-то вот кстати вишни по моему там нету так и открываем нашу следующую так карточки разрезные а еще сам режешь деревья и плоды ой какой красивый каштан посмотрите мы с вами кстати в одном влоге по весне я показывала каштан какой он красивый как он цветет ну вот он да разрезается каштан и лист каштан ну в принципе можно было не подписываться иначе ребенок будет читать но это в принципе уже легко это можно нарисовать самим так плоды каштана как ногами написано тут нормально написано тут как ногами плоды каштана сосна сосновые иголки плоды плоды рябина шишки сосны а а они это разные я думала они все вместе ну короче такие вот вот плоды осины плоды липы ель еловые иголки с этой стороны что нет листья рябины рябина осина лист осина осина кстати на березу похожа немножко беленькая да и листочек кстати почти как на березы ну да кстати похож прям почти копия только у него закругленные тут вытянуты а тут нет здесь тоже почти похожа надо осину поискать лист липы так ива листы ивы дуб тополь здесь шишки ели плоды ивы так плоды березы дуб и клен плоды тополя еще тополь тут только я что-то мне кажется дуб не видела тополь вот был а есть да вообще-то дуб а есть а тут даже вон три в одном получается то есть и дуб листья дуба и плоды дуба если ребенок поймет это слово запомнить его то может просто по слову искать а не по картинкам вот такие вот картиночки карточки я купила своему ребенку ко дню рождения очень долго искала на самом деле я хотела купить другие но на зоне очень быстро все скупается и пока я собирала заказ все уже просто скупилось и поэтому пришло взять такие вот маленькие ну хотя бы хотя бы хоть что-то хотя бы такие хотя бы начинать с ребенком заниматься по карточкам чтоб он визуально уже знал какая ягода как выглядит как она там называется может быть он будет запоминать уже хотя тут написано плюс ноль а нам два годика уже почти да так напишите в комментариях как вы занимаетесь мне будет это очень интересно вот так же смотрите наши влоги как мы с сыночком живем как мы гуляем отдыхаем занимаемся вот так же на мои видео обзоры на технику обзоры фикс прайса так же кулинария вот и много много другое и всем пока 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 и